Я много говорить не буду, Серёж. Но Попов, главная новость, вы уже в курсе? Я прочитал, я с ним не разговаривал. Если завтра принесёт заявление, конечно, подпишу. Фидон сказал, что это не мужское решение. Я тоже так считаю. В «Спартаке» место сильное. В «Спартаке» не место. Если Дима принял такое решение после одного проигрыша, значит принял, это его решение. Там же не только в проигрыше дело. А в чём? То, что «ТДСК» утверждает игроков, хотя уже не является тренером. А кто сказал, что он утверждает игроков? Попов сказал. Ну, это, слушайте, это мнение Дмитрия Львовича, к сожалению. У меня такой информации нет. Когда вы с ним пошли нас начали? С кем? С Попова. Сегодня утром, вчера полня. Ничего такого не было? Нет, ну он напряжён, ну что я могу поделать? Он напряжён, мы все напряжены. Вы не знали до того, как прочитали, что вы планили. Я готов ко всему. И к уходу Антона, и к уходу Попова, и к уходу любого человека. Кольцо сжимается, Евгений Владимирович. Кольцо сжимается. Ничего страшного. Я ещё раз говорю, о «Спартаке» место сильное. Вы не выйдёшь. Жирков на матче сегодня, это связанная вещь? Жиркова пригласил Леонид Арнольевич. Мы рады были увидеть. Ну, как самого Леонида Арнольевича не было? Есть какая-то цель в этом визите? Нет. Был день рождения, поздравили с днём рождения, пригласили на футбол. Он приехал на футбол. Вы не беспокойтесь, что вы можете следующий быть на футбол? Я не беспокоюсь об этом. Моя задача просто быть эффективным, делать свою работу. Больше ничего. Вы согласны, что получается так, что «Зарем» сегодня, по сути, уволил двух человек? Нет. Решение люди приняли сами. Они «Зарем». Нормально вообще его высказывания. Слушай, «Спартак» всегда под напором. То под напором блогеров, то под напором болельщиков, то под вашим напором. Но мы всегда под напором. Я ещё раз говорю, «Спартаке» нужно просто работать. Делаем своё дело, достигаем результата, дальше всё будет хорошо. А где довелись переговоры с защитником, которым говорит Попов в интервью? Потому что его агента проверка. А про кого он говорил в интервью? Аргентический защитник правый. Я знаю, что тот шорт-виз, который отработал в «Спортивный блок», нам отказали просто в покупке. Потом уже подробно о этом расскажем. Но первые два кандидата, которые были тренером подтверждены, купить их не смогли. Вот и всё. А то, что там дальше начали прорабатывать, за 10 миллионов, за 12 миллионов, в данной ситуации, мне кажется, уже догонять убегающий паровоз. Наверное, поэтому такое решение принято. Надо было покупать первых, кто был в списке. То есть вы недоволен этой ситуацией? Я недоволен, уже давно. Затянулось, да? Конечно. А что сказать, Евгений Владимирович, затянул ситуацию и по поводу продления ряда футболистов? Что происходит на вашем? Ну, там объективная ситуация, почему мы затянули с началом переговоров. Но, тем не менее, переговоры, если вы имеете в виду Георгия, они идут. Я думаю, что мы в ближайшее время достигнем соглашения. По ЖГО мы встречались. То есть я сейчас буду разговаривать с ним еще один на один. Я думаю, с ЖГО все нормально, но надо разговаривать более близко с его агентом. К сожалению, с его агентом контакт слабенький. Будем сейчас пробовать. Правда, что контакт слабенький, потому что он заблокировал Попова во всех. Я не знаю, кто кого заблокировал. Меня никто не блокировал, я с ним не общался. А после Комоца сказал, что он готов стать спортивным директором. После ухода Попова эта кандидатура будет рассматриваться? Если он готов стать спортивным директором, вопросов нет. Главное, чтобы в конечном итоге все мы были эффективны. С Комоца, без Комоца, Попова, без Попова. После ухода Попова позиции Виторий могут ослабить? Потому что все-таки его тренер был. Нет, не могут. Я заходил в тренерском штабе, разговаривал с Виторией, со всеми тренерами. Я их наоборот подбодрю. Завтра будем разговаривать. Полная поддержка от руководства, от акционеров. То же самое касается футболистов всех. Сейчас самое главное, проходи дальше нижний. Я думаю, футболисты соберутся, не будут зацепляться на прогроши. А дальше добро пожаловать к Лиссабору. Тот факт, что не привезли в этого правопрогресса, не смогли договориться до матча с Бельфикой. Можно сказать, что это такая подстава у спортивного департамента? Ну, зачем такие громкие заявления? Подстава, не подстава. Мне кажется, что должны были купить, не купили. Но стали заложниками какой-то ситуации. А я не думаю, что это является подставой. Вернее, точно я уверен, что это не подстава. И трактовать так нельзя. Если Дмитрий Баринов появится на рынке в свете последних событий Локомотиве, Спартак он интересен? Я сейчас не буду комментировать. Вообще, Спартак звонил? Цор не предлагал? Нет, не звонил. Я уже об этом говорю. Игорь Иванович, вы как и сами шансы оцените перед ответом матча с Бельфикой? Мы всегда рассчитываем на положительный исход. Я футболисту сказал. 0-2 в Лиссабоне и сели пенальти, и мы выиграем. Вот. Настраиваемся всегда на лучшее. Но я думаю, что здесь просто нужно раскрепоститься. Как получилось, так получилось. Ничего страшного. Дальше нужно двигаться от матча к матчу. Вот и все. Но очирование серьезное сегодня. Просто так трудно сохранить оптимизм перед ответным матчем. И говорить о том, что есть факторы, которые позволят пройти дальше. Но тем не менее, это не повод падать духом, мне кажется. Вот. И все. И писать заявление по каждому поводу. После каждой игры. Вы наверно сейчас позвонить Дмитрия Григорьевича? Сейчас не хочу. Я думаю, завтра мы с ним увидимся. Он придет и все расскажет. Вы допускаете, что это заявление сделано на эмоциях и завтра он может передумать? Я думаю, что уже вряд ли. Если ты уже сказала, уже отвертать обратно, наверное, неправильно. Если дальше продолжать о мужских поступках. Он грозит создать телеграм-канал, в котором хочется рассказать все право? Я не думаю, хорошо ли он сделать это клубу. Если он заботится о клубе, я думаю, это делать не надо. На ваш взгляд, в поступке заявления его сказали, это сработает о клубе? А каждый из телеграм-каналов, которые вы ведете, всегда положительно пишет о «Спартаке». Я понимаю, я говорю, просто каждый пишет то, что считает нужным. Вопросов нет. Я одно дело просто писать то, что вы считаете нужным, другое дело сбрасывать там что-то ради непонятной цели. Поэтому я надеюсь на то, чтобы все эти противостояния закончились, рассчитывая на это, сплачиваться нужно вокруг команды, вокруг тренерского штаба, достигать результата. Вот и все. После ухода Фетисова и Попова Зарема может вернуться в клуб? Это вопрос не ко мне. Вы бы хотели этого? Почему? Я говорю, это вопрос не ко мне. Я готов работать с теми, с кем определяет акционер. Вот и все. Вы испытываете какое-то давление от того, что… Абсолютно, я не испытываю никакого давления. Я сконцентрирован на работе, мы многое сделали внутри офиса, внутри клуба. И надеюсь, что сделаем вместе с командой. Ну, я думаю, что мы должны быть просто объединены и работать на одну понятную для нас цель победы и все. На ваш взгляд, вообще, то, что вот два руководителя запаса не в этом ходят, как бы с тобой с назначением, можно назвать проблемой клуба, а не этим, потому что руководители? Не знаю. Я думаю, что это, наверное, общая проблема. Но еще раз говорю, на мой взгляд, где-то нужно терпеть, где-то нужно приступать через тебя и концентрироваться на работе. А не на обсуждениях, на каких-то домыслах и каких-то вещах, которые от работы отвлекают. Концентрируйтесь на работе и работайте. Не получается, значит, не ищите виноватых. Вот и все. Вы сказали, что пора прекращать эти войны. На ваш взгляд, их можно прекратить, если Зарима не остановится на своих выступлениях? Зарима остановится, наверное, тогда, когда клуб будет работать. Мы к этому движемся и работаем. Вот и все. Вряд ли клуб сейчас не работает. Клуб работает, но, скажем так, хотелось бы, наверное, достигать более значимых результатов. Есть объективные причины, которые нам в каких-то аспектах что-то мешают. Есть необъективные причины. Но, тем не менее, это не значит, что мы не должны это отбрасывать, это у нас не получилось. То есть, если стоит, надо в любом случае добиваться. Вот в любом случае. По-другому никак не может быть в «Спартаке». В «Спартаке» нам тяжело, но, значит, если вам тяжело, вы вправе написать заявление и уйти. Пойти туда, где будет легко. В «Спартаке» вы знаете, никогда легко не было и не будет. Вот и все. Вы будете укреплять клуб на определенные позиции? Не хватает менеджеров? Многим занимаетесь один? Я один не занимаюсь. В клубе мы сейчас достаточно хорошо распределили весь функционал. У нас хороший юридический блок, у нас хороший финансовый блок. Мы укрепили коммерческий блок. Распределили его с точки зрения конкретного распределения функционала. Всем все ясно и понятно. У нас спортивный блок. Мы завтра будем встречаться, будем смотреть. По кандидатурам на спортивного директора и на селекционера будем разговаривать с Ильдаром Валерьевичем. Вот совместно это определяет, утретерская кандидатура на совете директоров. С селекционером имеете в виду, что кто-то уходит уже и селекционер? Ну, я говорю, спортивный блок, который занимался селекционной работой. По большому счету подбором игроков. Вот. С игроками мы завершим по продлениям. Это наша задача и обязанность. Вот. Я не думаю, что у нас что-то не получится. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.